Всем привет! Вы наверное уже видели много тестов в разных играх от каэски до лариски, но сегодня я вам покажу кое-что особенное. Что такое выживастик? Это игра где вы исследуете открытый мир, боретесь с врагами, а после битвы вам надо подлечиться, выпить и поесть, а еду и выпивку вам надо где-то добыть. А еще вам надо добыть стройматериалы, чтобы построить дом, а лучше дворец. И вот тут начинаются интересности, поскольку именно дворцы больше всего нагружают процессор, в результате чего ваша сбалансированная в других играх сборочка будет сильно тормозить из-за нехватки мощности процессора. Вот поэтому сегодня я вам покажу тесты процессоров в выживастиках. Оба процессора будут на сокете AM4 и первый процессор это Ryzen 1600. У него 6 ядер, 12 потоков и это просто эффект своего времени, он тащит все. Но с другой стороны у него довольно слабая производительность на ядро. И тут в игру вступает второй процессор, это Ryzen 3100, не путать с Ryzen 3300. У него более свежая архитектура Zen 2, но у него всего лишь 4 ядра и 8 потоков. Вы скажете, эй, алё, это же разные весовые категории, какого лешего сравнивать эти процессоры? Ответ таков, во-первых, они стоят примерно одинаково, а во-вторых, они оба у меня есть внезапно. Поэтому будем сегодня тестировать эти процессоры, а раскрывать они будут видеокарту 1060 на 3 гига. А процессоры, в свою очередь, будут раскрываться на бюджетной материнке S2H. И вот под таким замечательным кулером на двух тепловых трубках. Поехали! Игры будут в порядке повышения известности, поэтому первая игра это Conan Exiles. Настройки низкие, чтобы не упираться в возможности видеокарты. Видим, что на пустой карте FPS остается высоким, хотя и проскакивают иногда фризы, но это не особо страшно. Однако такая прекрасная картина сохраняется лишь до тех пор, пока вы не решите построить что-то грандиозное. Что ж, как мы видим, Ryzen 3 100 выдает немножко больше FPS, чем Ryzen 1600, где-то на 15%. Что ж, давайте прогуляемся. Ну вот в данный момент имеем явный упор в видеокарту, поэтому давайте пробежим этот участок в 720. И снова Ryzen 300 чуть-чуть впереди. Нууу, я так не играю. И вообще, этот дворец какой-то мрачный, несите другой. Во! Другой разговор! Давайте же свальсируем по этому хорошо застроенному городку. Что ж, на обоих процессорах видим фризы, но Ryzen 3 300 все-таки чуть-чуть быстрее Ryzen 1600, где-то на 5-7 FPS. Ах да, я забыл сказать, что оба процессоры разогнаны в программе Ryzen Master. Также разогнана оперативка до частоты 3200 и таймингов 18-х. Вот такой вот у меня немножко старенький комплект оперативки. Но на Хуананах память будет еще хуже, там вообще 1800. Да и производительность на ведро там оставляю желать Ryzen. Ну что ж, полюбовались на красоты земель изгнанников, и теперь переходим в ржавчину. Следующая игра называется Rust, и настройки в ней вот такие. Rust это игра для тех, кто любит, когда подгорает. Но нам не нужно, чтобы у нас подгорало, поэтому мы пойдем на PvE. Это сервер строителей, нам же нужны дворцы, правильно? Одна карта, один берег, одно время суток, и мы видим, что на обоих процессорах FPS более чем играбельный. Хотя на более новом процессоре частота кадров все-таки больше. Но как только мы подходим к запросу, зданием, то сразу начинаются просадки. И посмотрите, не такие уж и большие это здание. Буквально только что в Конане видали дворцы и побольше. Извините, конечно, за рассинхрон, но вот на статичных моментах видно, что четырехъядерный, так сказать, новичок опять уделывает своего шестиядерного коллегу. Что ж, перейдем к третьему выживастику. Субтитры сделал DimaTorzok Эта игра называется ARK Survival Evolved, и она не влезла на SSD, и поэтому будет запускаться с жесткого диска, что вызывает некоторые фризы. Особенно при прогрузке огромной базы с огромным количеством живности. И хотя на четырехъядерном процессоре фризов побольше, но и FPS повыше. Также обратите внимание, как простаивают потоки у шестиядерного процессора. Создаются ложные впечатления о том, что у этого процессора есть запас. Обычно таким запасом гордятся зионщики, которые говорят, что зато они могут открыть фоном пять вкладок ютуба, десять вкладок яндекс сцена, парочку рендеров и стрим на две платформы запустить. Но что толку от этого запаса, если вы не можете использовать его в игре? Разумеется, вдали от больших баз, полет нормальный на обоих процессорах. А теперь, бонус! Пятая батла, одиночная кампания без знамен, третья часть, натиск, поехали! Да ну! Да неужели! Народный шестиядерник не тащит в пятой батле? При том, что более новый четырехъядерник отлично справляется. Ещё раз. Слева Ryzen 1600, справа Ryzen 3100. Помните, я сказал вначале, что Ryzen 1600 это и фык своего времени. Так вот, у него низкая производительность на ядро, и она всегда была такой. Но фанаты слабых ядер постоянно твердят об оптимизации под многопоток. Народ, если вашему процессору нужна оптимизация, значит он не тащит. Если ему подавай только оптимизированные игры, значит он недостаточно мощный. А я хочу, чтобы мой комп тащил везде, а не только в избранных играх и в избранных сценах этих игр. Потому что если ваш комп тащит игру, то вы в неё играете, неважно оптимизирована она или нет. А если ваш комп игру не тащит, тогда вы идёте на форум ныть о том, что в игру не завезли оптимизацию. Итак, что же выбрать? Ryzen 1600 или Ryzen 3100? Думаю, вы сами уже выберете. С прицелом на будущее, так сказать. Главное, что на платформе АМ4 есть апгрейд. А вот наху она, а не его нету. Ведь замена 8 дохлых ядер на 16 таких же, это не апгрейд, а пустая трата денег. Ведь сколько бы нам не рассказывали сказки про грядущий многопоток, а производительность на ядро всё ещё так же важна, как и 5-10 лет назад. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего. Хорошего. Пека. Субтитры сделал DimaTorzok